добрый день уважаемые зрители моего канала посвященному нардам сегодня у нас в эфире матч 7 тура проходящего в интернете онлайн чемпионата северного кипра это уже пятый подобный турнир наши спортсмены с участвовали в нем с разной степенью удачливости удачливости так скажем были яркие выступления были не очень хорошие вот в данном случае я предлагаю вам матч российского нардиста сергея оленина который играет синими против грузина иосипа менабдишвили до этого оба спортсмена сыграли 6 матчей и имеет всего лишь по одному поражению матч до 9 очков в режиме блиц поэтому события будут происходить молниеносно давайте посмотрим что у нас получится значит при счете 0 0 вот я вижу сергей объявляет куб он много ведет в гонке надеется разобрать проблемный пункт и спокойно выиграть ну вот этим броском ему не удается это сделать он сейчас наверное зайдет в дом вот а соперник будет стараться сохранить контакт вот удачный бросок в доме закрывается еще один пункт но и сергею приходит джокер и он убегает теми шашками задними и наверное без проблем уже заходит в дом во всяком случае здесь я не вижу каких-либо преград для этого партия должна закончится победой синих счет станет 20 если не случится чего-то экстраординарного а может случиться марс а может случиться подставка и подбитие вы знаете что в народах в народах все это возможно но вот марс пока кажется мне более реальным исходом вот соперник уже сломал дом сергей агрессивно играет на марс ну из этой затеи вряд ли что-нибудь получится но тем не менее почему бы не попробовать 11 сейчас сергей будет думать как здесь как здесь аккуратно сыграть но но может быть и наоборот активно сыграть на марс можно пробить накрыть второй пункт выкинуть вот в этом случае возрастают шансы на марс но и возрастают шансы оставить удар на следующем броске вот сергей сыграл аккуратно он решил спокойно забрать два очка но скажу вам шансы на марс сохраняются теоретически вряд ли это получится но теория жива как говорится куш да не тот куш к сожалению сожалению не тот куш но но два очка взяты в два очка взяты вот пришел к уж но поздно соперник успел выкинуть одну шашку матч продолжается при счете 2 0 5 1 4 2 вот какой-то пункт доме ну дебют дебют особо комментировать я не хочу здесь соперники будут играть быстро делают стандартные ходы вот 5 5 сразу джокер все в дом все в семью вот так все правильно теперь уже время подумать о кубе только я сказал сергей уже удвоил даже раньше но два блота два блота конечно это это здорово два блота во дворе были испугавшись их подбитие соперник трусливо сдался а может быть и нет трусливо наоборот дальновидно скоро мы это узнаем так что происходит 51 до 51 52 пока ничего интересного не происходит на площадке ну что ж вот соперник занял еще один пункт пока у белых перспективнее очевидно это правильная идея сделать якорь сделать якорь в доме соперника это было очень правильно потому что других конструктивных идей не было вот теперь мы делаем пункт в доме золотой пункт соперник пока не может убежать а ему очень бы этого хотелось 6 3 попали нет нет не попали к сожалению не попали что будет делать сергей что будет делать никакого хорошего хода нет он вынужден где-то где-то ослабиться нарды такая игра иногда невозможно сделать хороший ход и ты из всех плохих должен выбрать самый хороший или наименее плохой скажем вот сергей решил оставить блот у себя в доме и на предложение продолжить игру с удвоенным количеством очков он сдался ну по счету наверное это справедливо хочу напомнить что это спид гамон то есть временно обдумывание мало и вероятно соперники будут допускать ошибки прошу не ругать их за это это вполне естественно когда временно разум не на раздумья мало порой делается первый попавшийся ход потому что если думать то в поисках истины уйдет все время и партия будет проиграна из-за упавшего флага так правильно вот это правильно да просто просто безопасный ход 6-4 тут же джокер тут же джокер и тут же обратный джокер видите с бара с бара попасть очень легко оказывается это вы думали что это сложно так 4-4 но да 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 сгущаются тучи над позицией синих вот это уже куб и это уже пас я думаю вряд ли такое можно взять вряд ли вряд ли сергей я запас в гонке проигрываем атака ну и да тут собственно по моему решение очевидное вот 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 о чем и я так 6-1 взяли бар взяли бар соперник упрыгал мы взяли пункт в доме правильно вот как я говорю так они играют так соперник опять упрыгал вот так мы должны взять пятый и наверное двинуться задними они меня слушаются сегодня просто потрясающе просто потрясающе мы должны взять до якорь да в доме да все правильно гонка примерно равная 4-2 да 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 5-4 вот абсолютно равная гонка после этого броска абсолютно равная гонка и сейчас соперники будут друг друга ловить друг друга ловить посмотрим что из этого получится пока был до этого броска это был обычный холдинг теперь это обычная гонка это обычная гонка с небольшим перевесом у синих куба я думаю еще нет 7 очков это слишком мало на такой дистанции это можно сказать ничего ну заходим 3-2 так ну уже уже получше но все равно мало все равно мало нельзя давать куб после этого хода белых рановато 8 очков это ничто а вот если сейчас белый кинут плохо это уже будет куб вот уже куб сергей сейчас дает куб я прогнозирую куб и я прогнозирую пас но получится у меня угадать получится сегодня я угадываю все вот вчера я играл сам в этом чемпионате и не угадывал ничего меня просто безбожно обкидали но сегодня я в ударе сегодня я угадываю все ходы все решения надеюсь вам интересно следить за развитием событий так 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 смотрим 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 белые захватывают инициативу синие делают якорь и куб временно откладывается вот без этого чудо броска там уже был хороший куб сейчас пока куб я думаю что отложен а если будет куб то это будет тейк то это будет тейк якорь дает синим шансы на полноценную длительную борьбу так бить эту да я бы побил я бы побил конечно вот 55 сейчас был бы в тему так предлагаю выйти пятеркой а шестерку в дом завести аккуратно гениально да ребята и и очень интересно я все угадываю так двумя чудесными бросками синим то есть нашему игроку сергею оленину удалось сбежать из дома соперника это была сложная задача но с помощью зар он справился и теперь он берет бар пункт бар пункт сергей давай ого это что-то было интересное не увидел простого хода но это простительно при таком быстром контроль времени 4 3 то гонка гонка хорошая но куба пока нет потому что свечки позиция очень негибкая прямого удара нет но есть какие-то удары наборные да в наборе можно попасть но надо а сергей решил дать прямой он решил не двигать задние но куба куба нету да куба нету так 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 куб куб все ближе я могу так сказать потому что позиция стала гибче и главное что удалось выкурить белых с первого пункта вот шашка на первом пункте пока она стояла она очень нервировала белых вот где сейчас где сейчас стоит шашка она нервирует синих да извините я оговорился синих синих она нервирует гораздо меньше так но я думаю что уходить белым не надо не надо белым уходить да не надо сохранять максимум контакта ну давайте еще один пункт возьмем в доме тучи сгущаются над белыми могу сказать гибкость восстановлена дом очень хороший ой вот даже так ну куб да куб уже имеет место быть 5 4 неудачный бросок к сожалению и сейчас надо решить по и нау или по и лейта мы дадим сейчас подставляющий броски или спокойно зайдет в дом асси да сергей решил заплатить попозже просто сейчас ему сейчас ему придется сложно о 5 5 ничего сложного ничего сложного спокойно заходим ну вот надо пережить пережить вот сейчас 4 3 можно пережить можно спокойно сыграть да вот так можно спокойно 2 1 2 1 и сейчас надо что а сейчас сейчас двойной оставляем да двойной промах очень важный промах да потому что если он попал очевидно два очка забрали бы белый а сейчас два очка достаются синим удача в нардах имеет ключевое значение ключевое значение имеет в нардах удача сейчас она способ сейчас она сопутствовала сергей оленину но думаю что эту позицию проиграть уже очень сложно очень сложно проиграть эту позицию не скажу что невозможно в нардах все возможно но думаю что все таки синие доведут и счет станет 6 2 в матче до 9 очков так но только надо не кинуть 2 1 да все в порядке все в порядке 6 2 очень уверенно Сергей идет держит под контролем ход матча абсолютно под контролем ну не без помощи везения безусловно сейчас мы с вами это видели просто двойной удар соперник него не воспользовался шансом но это игра никто не застрахован от побед и поражений 6 4 бить или не бить бить конечно конечно бить почему бы не ударить если есть такая возможность так 6 2 наверное бар пункт да что что здесь еще сделать бар пункт 7 пункт да к сожалению у нас попали ну я говорю в нас потому что мы все болеем за Сергея конечно нам хочется чтобы он выиграл подводит шашку Сергей к началу прайма соперника это здравая идея 2 1 мы попали 13 11 8 7 все так и есть соперник он может сделать якорь но я бы пробил на его месте конечно проатаковал бы да якорь здесь ему совсем не нужен ответное попадание Сергея блестящее исполнение так 4 1 опять надо белым продолжать атаку я бы я бы побил четверку да теперь уже куб я думаю что Сергей спасует почему-то мне кажется что он спасует нет он взял он взял но у него есть какой-то какой-то прайм здесь полу прайм что называется и оппоненту еще вести много шашек но и я бы спасавал не знаю вот сейчас сейчас наклевывается марс сейчас наклевывается марс но конечно да Сергей знает Сергей знает толк в джекерах молодец очень уверенно он обезоружил соперника теперь абсолютно равная игра можно пробить вот сейчас да убежать задней шашкой и пробить Сергей это исполняет эти ходы он видит несмотря на быстрый контроль и инициатива перешла к синим да при этом счете и при положении куба это очень важно вот к сожалению бросок такой да и что мы не можем ничего хорошего сделать так сейчас очень важно стабилизировать позицию я бы заякорился там и единичку да вот такая стабильная позиция 2-1 что мы можем сделать я бы не бил бы ничего просто а Сергей пробил и ушел возможно это не точность так 6-6 это прекрасно это можно уходить задними и бить в двойку а может да я бы ушел все-таки задним можно занять еще и четвертый пункт но могут быть проблемы с задними я не знаю вот здесь выбран очевидно надо бить в двойку а дальше либо уходить задними либо занимать четвертый пункт просто четвертый мы можем и так потом у соперника все-таки будет две на баре он может сплясать немножко немножко может сплясать а Сергей Сергей да Сергей решил в двойку не бить он сыграл хитрее он занял важный безусловно важный четвертый пункт и ушел с задними это да и я вот кстати абсолютно не не видел этой идеи для меня удар был как-то вот очевидный вот возможно этот ход правильный так 6-1 мы взяли еще пункт в доме вот он второй пункт который я предлагал взять ранее но его взяли только сейчас значит хочу хочу объяснить для не очень сведущих поклонников что вот при этом счете и положении куба Сергей практически никогда не имеет удвоение то есть повернуть на 4 он не может какая бы хорошая позиция у него не была этим он дает сопернику случайный шанс закончить матч в свою пользу в этом гейме а если все пойдет по сценарию синих то они вполне могут закончить матч марсом не давая сопернику шансов набрать больше чем 2 очка это очень важно понимать то есть счет играет очень большую роль в матче при при игре кубом сейчас спокойно заходит в дом кстати большой куш он несколько выравнивает гонку и борьба накаляется с новой силой понятно что сейчас соперник уйдет из нашего дома вот и дальше исход борьбы решат зары безусловно 6-5 это хорошо 2 в двоечку надо сыграть 5-2 но пока сергей не большой фаворит я так скажу потому что он уже в доме а сопернику еще еще заходить выкидывать они начинают одновременно но первый это делает российский нардист сергей оленин шашки в доме примерно одинаково стоят у всех вот надо просто бросать больше надо попросить у компьютера давать себе побольше сопернику поменьше рецепт всем давно известен но вот соперник знает этот рецепт да он знает он попросил 5-5 я уверен он попросил и партия партия которая так хорошо складывалась да уходит просто уходит если мы не кинем куш сейчас большой хороший куш то соперник наверное выиграет партию 4-3 но теоретически можно еще как-то если он мелкий будет кидать мы можем выиграть 2-2 ну 2-2 хороший ему да 2 2 шашки сносит Сергей надо куша попроси как следует это не то это не то но надо еще куша вот здесь 3-1 3-1 это хорошо это дает нам шанс даже без куша выиграть есть куш вот я говорил попросить попросить это самое важное в нардах попросить хорошего бросочка 8-2 теперь этот гейм напоминаю играется без куба то не может удваивать но марсы считаются если белые выиграют марс они получат 2 очка а если синие выиграют марс или не выиграют марс это не важно если они просто выиграют они выиграют этот матч наберут девятое очко 2-1 мы успеваем накрыть шашку в доме 4-1 наверное он будет бить 2 шашки так мы попали сергей хорошо попадает очень хорошо пока все идет по нашему сценарию по нашему сценарию все идет 5-3 да якорек якорек подчеркну что марс здесь белым особо ничего не дает то есть победа в 1 очку или в 2 очка при этом счете она они ценятся примерно одинаково вот 6-5 6-5 такой бросок посмотрим как его сыграет сергей я не знаю как бы я сыграл наверное я просто бы сыграл на второй пункт вот почему-то а сергей решил ударить в него попали в него попали сейчас смотрим что будет дальше происходить так в единице 3 безопасный ход соперник наверное убежит сейчас а мы не дадим ему уйти далеко не дадим четверочка я бы сыграл бы в доме соперника вывел бы ее из заточения все правильно пока пока все идет как надо 5-2 опять мы попали двойку и пятерку я опять бы вышел бы из его дома да пятерку бы я вышел с двадцатого ну Сергей так сыграл да 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 так не попали в нас и сейчас мы будем атаковать сейчас мы будем бить причем бить будем больно у нас шикарная атака шикарная атака я не знаю что делать 5-4 прекрасно делаем пункт 4-1 сейчас надо попасть будет в соперника да вот он бьет и мы данс вот это это похоже на перехват инициативы кстати очень похоже вот так надо накрывать ему пятерку то обязательно к сожалению нам не удалось попасть с с бара это было сложно так 3-2 но радует что гонка не провальная то есть в гонке мы отстаем совсем не намного можно сказать вообще не отстаем да это дает нам шансы шансы на борьбу так 5-4 но пятерка наверное выходить надо что здесь делать 5-5 но вот гонка становится очень плохой 20 очков проигрываем надежда на контакт на контакт 5-3 4-2 4-1 4-1 соперник просто наверное в доме сыграет побежали побежали кстати план б с большим кушом от синих он не исключается совершенно не исключается я бы закрыл сейчас сергей уже решил ну я бы я бы оставил бы ту шашку я бы оставил бы так 2-2 ну гонка близка к безнадежной близка к безнадежной но выигрывались и не такие гонки и не такие но только не бросками 2-1 они конечно выигрывались похоже этот гейм будет проигран но матч совсем не проигран синие большие фавориты по-прежнему в этом матче так 6-6 это заканчивает борьбу окончательно 8-3 8-3 значит сыграли крауфордный гейм теперь белый имеет возможность сразу же вновь в начале партии удваивать ничем не рискую проиграют они 1 очко или 2 это не важно вот и сразу борьба ведется уже на 2 очка вот 4-2 мы объем соперника в доме делаем пункт в нас попадают смотрите как как в нас попали то с борта 5-5 это джокер 5-5 это джокер непонятно мне разуме да вот совершенно очевидный ход 6-1 4-2 двойку зарядились четверку наверно вниз четверку вниз на 5-3 5-3 это маленькая передышка могло быть все гораздо хуже 5-3 это передышка сейчас надо надо консолидировать позицию 4-2 ну за якорица не удалось пока у синих нет якоря они не могут в безопасности себя чувствовать марс бы проиграть очень не хотелось бы очень бы не хотелось видите соперник мог сделать пятый пункт но он идет в атаку ему очень нужен марс очень нужен марс вот видите и ситуация так складывается что атака белых продолжается так ну вот удачное попадание сейчас бы за якорица так и данс очень кстати вот вот он якорь якорь а нет еще был удар удары удар сильнее в данном случае конечно удар сильнее 6-4 задняя пока стоит так сергей бьет так он бьет активно как будто ему самому нужен марс вот ну ладно это это на все на усмотрение участников 2-2 это супер джокер конечно 2-2 это супер джокер 4-3 у соперника много шашек сзади но вы знаете как бывает пару хороших бросков и они могут существенно продвинуться вперед так 5-4 вот такая позиция и такие броски это не для спид гамона здесь очень очень сложно определить тактику особенно за белых тактика синих то вполне ясна убежать задними как можно быстрее и спокойно спокойно завести шашки в дом и скинуть да а вот у белых 2 2 якоря как как их двигать потому что белые заняли первый пункт то есть то есть они они могут сломаться сейчас просто им надо как-то заряжаться и уходить вот этой шашкой обязательно потому что если двигать просто тупо все в дом то передние шашки быстро убегут вот вот что и происходит белым не удалось вывести задние шашки хотя бы одну и дом у них сломан а с таким домом уже очень сложно играть так 4-3 мы не попали ну и ладно ничего страшного в этом нет с таким домом соперника эта позиция в принципе выигрывается как угодно да мы мы даже можем подставиться мы можем не мы можем играть не очень безопасно потому что абсолютно безопасного хода нет у нас ну я бы в дом завел да я бы завел в дом ничего здесь такого нет у соперника позиция очень скомпрометированная сложным будет ну вот дом он чуть-чуть выровнял да чуть-чуть выровнял дом так двойка он заряжается и наверное выходит да выходит 4-3 бьем и заходим наверное бьем и заходим почему нет потому что если мы оставим там даем какие-то какие-то нехорошие броски просто бежим до 5-6 попали ну чудеса случаются иногда но дом не очень сильный нам пока есть куда заряжаться а сопернику вести еще очень много шашек за это время надо успеть зарядиться так 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 будет ли Сергей бить ну конечно будет и в него попадают смотрите как как меняется ситуация да как меняется удачный бросок 3-1 очень удачно и теперь вот это нарды это классические нарды один бросок сюда один бросок туда один бросок сюда ситуация несколько раз изменилась за последние броски 2-1 вот 2-1 мы берем пятый все здесь я уже товарищи не сомневаюсь вот даже если он за якорица в двойке да Сергей обязан довести матч до победы именно в этом гейме именно в этом гейме у него подавляющая позиция и все прогнозы мои сегодня сбывались я говорю что в этом гейме матч будет окончен давайте проверим 6-2 надо бить в двоечку да надо бить в двоечку так мы закрыли дом закрыт 4 шашки ну вот в данном случае 4 это слишком много это слишком много то есть очень долго да даже 5 очень долго у соперника будут шансы оставаясь на баре получить удар так 6-5 вот сейчас уже можем оставить можем оставить нет аккуратно но на следующем броске оставляют очень много вот 6-4 но вряд ли он попадет очень вряд ли попал ах ты он попал так у него остаются 2 на баре одна на баре 5-4 мы попали так сергей перескакиваем прайм спокойно перескакиваем прайм 2-2 3-1 что ж такое то опять он попал что ты будешь делать а борьба накаляется с новой силой а теперь эти 6 шашек будут ловить одинокую шашку одинокую шашку синих синий скинули 9 осталось спокойно завести в дом одну но спокойно понятие условное 4-4 есть есть победа есть победа Сергей поздравляю сейчас мы посмотрим на пиар это не имеет никакого значения просто оценим силу игры соперников при этом молниеносном контроле у белых не было ни одного шанса в этом матче я могу сказать определенно везение все было на нашу сторону поздравляем Сергея Ленина Сергей сыграл блестяще его соперник сыграл блестяще здесь нечего вообще сказать спасибо за внимание Сергей проходит восьмой раунд имея лишь одно поражение он один из претендентов на призовое место в турнире пожелаем ему удачи в дальнейшем репортаж вел Тимур Азизов спасибо за внимание